Затворник, дарующий свет. Именно так называют композитора Евгения Догу музыкальные критики. Он не любит дни рождения, он предпочитает встречать весны. У меня все под знаком весны, потому что я сам родился под знаком весны, естественно, ничего другого не может быть. Это уже предопределено у меня генетически. В юбилей маэстро с особым трепетом вспоминает детство. Дога был любопытным деревенским мальчишкой. Сам соорудил себе радио, чтобы знать, что творится в мире. Долго возился с губной гармошкой, пока не продырявил ее. Так хотелось узнать, откуда идет звук. Мама всегда прощала сыну проделки. Вот та самая школа, куда в послевоенные годы босоногий мальчишка Евгений пришел учиться музыки. Именно здесь заметили талант будущего маэстро. А пять лет назад на 70-летие композитора обычной музыкальной школе присвоили имя Евгения Доги. Он неоднократно к нам приходит. У нас был такой теплый домашний разговор, как себе домой. Это не связано только с его юбилейными датами, с датами дня рождения. Как он появляется у нас в Кишиневе, так он заходит. Симфонии, балеты, арии, вальсы, музыка к открытию и закрытию Московской Олимпиады 80-го года, а также более 200 песен к художественным фильмам. Евгений Дога на протяжении десятилетий записывал свои хиты с Национальным симфоническим оркестром Телерадио Молдова. Он большой-большой мелодист. А мелодия – это вечность. Я думаю, что если музыка строится на мелодии, она вечна. Калейдоскоп мелодий, созданных маэстро на слуху у каждого. Классикой стала музыка к кинофильму «Мой ласковый и нежный зверь». О том, как сочинялась эта музыка, знают только самые близкие. Среди них и друг маэстро – певец Ион Суручано. Я с ним поехал в Харьков, гастролировали, работали концерты, творческие вечеры Евгения Доги. Вместо того, чтобы спать, как нормальные люди по ночам, он писал музыку к кинофильму «Мой нежный и ласковый зверь». Ион Суручано стал первым мужчиной, который исполнил песни Евгения Доги. Ведь маэстро особенно любил писать для женщин. Эту песню в 1972 году впервые спела молодая певица София Ротару. Теперь это неофициальный гимн Кишинева и таких любимых мелодий очень много. Именно поэтому Евгений Дога входит в сотню лучших композиторов мира. А в прошлом году даже стал обладателем собственной планеты. Планеты под названием Дога. Ксения Яниева, Александр Борейко. Новости Содружества. Молдова.